Продолжение следует... Как я обещал, разберем, как сделать ствол более-менее лучше для нашего змея, какие будут варианты и так далее. Откроем цилиндр. Первое, что нужно сделать, это, как обычно говорю, Make Polymesh. Нажимаем Shift, левая кнопка мыши выравниваем. Теперь, что можно сделать, давайте добавим... Сделаем сразу, наверное, Dynamesh из RMS. Вот такая сетка у нас получилась. Выравниваем, давайте добавим дивайдов. Вот это будет у нас барабан. Что нам с него... Что нужно сделать? Давайте откроем в текстурах, как выглядит наш ствол. Вот так он выглядит, состоит из шести частей одинаковых. Вот есть у него здесь вот такие выемки у барабана. Как мы их будем делать? Давайте зайдем в Transform, нажмем симметрию, радиалы и шесть штук их поставим. Шесть радиалов. Выберем теперь, по какой оси будем работать. Это ось Z. По оси Y будем работать. Вот вы видите, шесть штук у нас их здесь есть. Раз, два, три. И там три. Теперь нажимаем Ctrl и работаем маскированием. Вот так вот. Чтобы лучше получилась вот эта выемка, давайте еще добавим дивайдов. Побольше, пусть их будет побольше, чтобы качественнее все было. И вот так вот вниз проведем. Уменьшим теперь Draw Size. Нажмем Ctrl и Alt. И попробуем чуть-чуть ее вот так вот сделать получше. Что у нас получается? Здесь у нас пошире. Вот вы видите, здесь шире расширяется. А на низ сужается. Ну, давайте попробуем все это дело мышкой как-то разрулить. Разрулить. Вот что-то такое получается. Теперь нажмем давайте на маску, чтобы она мягче стала. И сделаем Ctrl и. Так, теперь можно поработать вот с этими частями. Чуть-чуть тут подмаскировать, овально сделать. Вот так вот. И теперь зайдем в деформацию и сайзом все это дело уменьшим. Давайте посмотрим, что получилось. И немножко маской смягчим все это дело. Нажмем Brush и нажмем Spot Project. Все это дело помягче сделаем. Вот так у нас что-то получается. Можно еще немножко смягчить, чтобы все это дело мягче было. Так, теперь... Можно поработать немножко Moft Apology. Вот такой барабан у нас получается. Так, что теперь мы делаем? Делаем 6 штук вот этих дубликатов. И сейчас мы будем их выставлять. Берем, включаем Moft. Отключаем симметрию. Вытягиваем. Переключаемся на второй барабан. И поднимаем его вот так вот вверх. Можно сделать вот эти барабаны чуть-чуть поуже. Но это мы в процессе сейчас будем делать. И теперь сайзом в геометрии. Вот так немножко уменьшаем. Чтобы вот эти части, вот эти боковые, чуть-чуть выступали. Выравниваем и немножко ее откорректируем с помощью Moft. Теперь вот эта выемка у нас находится здесь, а эта чуть вбок. Давайте используем ротацию. Чуть-чуть покрутим барабан. И вот так его установим. Чуть-чуть опустим вниз теперь. И повторим это дело все с другими частями. Продолжение следует... Вот этот следующий барабан можно чуть-чуть его сплюснуть, чтобы он более-менее оказался, ну, поменьше. И с помощью Moft опять же вот так вот устанавливаем. Чуть-чуть его еще можно увеличить. Вот так вот. Чтобы он смотрелся помощнее, вот как здесь. Опять выравниваем и повторяем опять же все дальше как есть. Теперь, когда мы три вот эти сделали, делаем давайте четвертый, а остальные будем вниз выводить. Вот так вот Kardec. Вот так вот. И вот здесь вот. так вот это теперь опускаем вниз и давайте прибавим геометрии теперь мы его увеличиваем смотрим опять же как он у нас установился нормально вот эти пусть будет пошире нижний верхний мы чуть-чуть сплю с ним чтобы более-менее они выглядели помощнее вот когда здесь вот налазит при увеличении да чуть-чуть вниз опускайте чтобы вот именно стыковка была как будто барабан сверху вот так все это у нас классно вроде выглядит теперь давайте чуть-чуть их покрутим получается вот этот барабан сейчас будем крутить опять с помощью ротации и чуть-чуть вот так еще можно и с помощью мов чуть-чуть его подкорректируем переключимся на нижний барабан и чуть-чуть прибавим размера ему и немножко его опять подправим вот так он выглядит сверху теперь мы его выровняем немножко еще сайзом пойдем и получается у нас два перевернута теперь надо перевернуть центральный верхний и с ним поработать так давайте отключим все саптула ставим один приблизим его выровняем чуть-чуть повернем боком вот так вот уменьшим мофф и включим симметрию ротацию вот эту вот которую мы включили так что теперь можно сделать теперь мы заходим в кисти и находим вот этот цилиндр так уменьшаем дров сайс смотрим как все это дело убираем дивайды и теперь у нас вот именно под ствол должны здесь вот быть нигде выемки а вот на этих вот боках давайте попробуем вытянуть так вот где то так у нас все будет выглядеть нажмем ctrl z и теперь немножко подкорректируем наш вот этот барабан нажмем alt и с помощью alt так вот все это дело вытянем так теперь выровняем и немножко поработаем ротации отключим симметрию и чуть-чуть ротации все это дело подкорректируем теперь включим move и вот так вот все это дело чуть-чуть еще вытянем и углубим ее вовнутрь посмотрим как здесь она все установилась и теперь control и снимаем два раза маску все под пули у нас ствол получился и давайте еще центральную сделаем одну уже без без симметрии без вот это вот активация симметрии отключим с помощью x опять нажмем alt и центральную так вот маленькую вытянем и немножко ее выровним и проделаем то же самое вытянем ее и углубим так снимаем теперь маску два раза так вы видите что она чуть ушла control z это не проблема все поправим и с помощью мофф ее чуть-чуть вот так опустим так и опять снимаем маску два раза вот такой барабан у нас получился верхний можно его конечно сквозным сделать чтобы более-менее еще смотрелся но в принципе пойдет и так так что еще можно сделать теперь включаем все саптулы вот такой ствол у нас получился давайте еще под хвосту здесь вот выберем на последний нажимаем опять alt убираем дивайды нажимаем alt и делаем ее побольше вот так вот и с помощью move вот так вот корректируем вот такая выемка у нас получилась под хвост и теперь нужно его немножко вот так вот согнуть сгибать будем его в деформации с помощью band так сначала мы все объединим сделаем merge down для всех саптулов и сна и и и и и и вот вы видите что у нас модель 1 миллион с лишним миллион 624 тысячи полигонов это многовато можно это дело все сейчас уменьшить уменьшаем ее с помощью decimation master вот здесь ставим процентовку ну давайте где-то на 20 процентов уменьшим и жмем при процессе current сейчас он все это дело прогонит и потом мы уменьшив полигоны чуть-чуть сделаем изгиб и можно будет импортировать вот эту вот модель уже к основной модели устанавливать вот когда она прогнала уже все нажимаем и жмем сюда decimation current этот и сейчас полигоны у нас уменьшится и мы сможем уже дальше работать вот стало 324 тысячи восемьсот тридцать четыре полигона теперь давайте и теперь вот эти части сначала мы поднимем ну чуть в бок как у здесь вот пухлую сделаем сделаем побольше граф сайз вот так и немножко вот так вот и разведем также можно поработать еще и вот с этими деталями вот так чуть-чуть их сделать пухлыми вот такой ствол у нас получился и теперь когда уже все вот это сделано нужно поработать чуть-чуть добавить вот этих вот пищен покорябанности вот такое что-то вот таком духе можно их подобавлять и использовать еще тут разные есть полосы вот вы видите царапины где-то вот так вот не на каждом ну где-то снизу вот так вот вот так как змей у нас ползает по земле у него ствол ну в принципе должен быть весь вот так вот порезан об землю так все это мы сделали теперь давайте придадим вот эту искривленность зайдем в деформацию и используем бэнд чуть-чуть вот так прибавим вот так вот вот так выглядит ствол уже на модели установлены все прикольно вроде нормально изгиб все подгон сделаны и так далее хвост можно потом посадить фаз если допустим модель будет делаться разборная кстати потом покажу как можно и сделать разборную со стыковками вот все вот так у нас получилось в следующем видео давайте я доделаю ранга и уже потом как обещал посмотрим как сделать дома и вот эту обстановку сделать где они будут стреляться все до свидания всем пока и